Всем нам уже давно пора свыкнуться с мыслью о глобальной слежке. И недавняя паранойя, которую я увидел на Facebook от ребят из Кыргызстана, которые нашли микрофон с прослушивающим устройством в батарейке Galaxy Note 4, это не более чем паранойя. Поверьте, если за вами и следят, то это можно сделать куда более простыми способами. В наших телефонах есть и GPS-устройства, и, естественно, микрофоны, камеры и так далее. Все это позволяет следить за вами куда лучше, чем какое-то придуманное мистическое устройство в батарейке. В батарейке все хорошо, ничего там лишнего нет, не отыскивайте. Ну и если уж говорить о паранойи с хорошей точки зрения на нее, то стоит следить за собственным домом и, может быть, за собой. Во всяком случае, мне кажется, что это довольно-таки благородно. Как вы понимаете, о слежке сегодня речи пойдет. Мы будем говорить о камере Уизинг, которая способна следить за вашим домом, за вашими животными, за вашим ребенком и так далее, и так далее, и так далее. Может быть, конечно, она не убережет вас от кражи, но зато сможет сфотографировать домушника, а это куда лучше и дает большие шансы на то, чтобы найти в конечном итоге этого незаконопослушного гражданина. Сама компания Уизинг из Швейцарии. Кстати, снизу камеры написано, что дизайн разработан во Франции. Они на самом деле делают очень стильные и полезные вещи для нашего дома. Но мы все-таки говорим сегодня о камере. На ней, кстати, так и написано, что это все придумано для вашего дома, для вашей семьи и животных. Поговорим, наверное, об основных функциях. Во-первых, когда вы только открываете камеру, вам нужно подключить ее в питание и настроить приложение на iPhone. Я не зря упоминаю сейчас именно iPhone, потому что приложения на Android пока еще нет. Разработчики обещают, что в ближайшее время оно появится, но пока радуемся тому, что есть. У нас, благо, в распоряжении был iPhone, и мы могли пообщаться с камерой. В общем, первая настройка проходит через Bluetooth. Вы объясняете камеры, к какой Wi-Fi точке вам нужно подключиться. Ну, а если в вашем доме нет Wi-Fi, то здесь есть LAN-порт, в который вы спокойно можете вставить сетевой шнур, и камера также будет выходить в интернет. После основной регистрации и первой настройки вы устанавливаете камеру в удобный для вас угол. Кстати говоря, камера имеет обзор 135 градусов. Это довольно широкий охват картинки. Он позволяет охватить практически все углы, если вы расположите камеру правильно. Ну и что же вы получаете в итоге от такого правильного и хорошего расположения? Во-первых, камера реагирует на движение. То есть, если в ваш дом кто-то неожиданно так проник и началось какое-то движение, хотя никаких движений дома в это время не должно быть, камера тут же пришлет вам уведомление через приложение для iPhone и сфотографирует, естественно, все то пространство, которое находится в ее видении. Реагирует она не только на движение, но и возросший шум. Например, резкий какой-то скачок, это будет удар, разбитое стекло, все что угодно. Этот шум также будет сохранен и его перешлет вам камера через интернет, если вы будете в доступе, естественно, или когда вы получите этот доступ к интернету, неважно в какой точке мира при этом вы будете находиться. Также при помощи этой камеры можно пообщаться с членами семьи, которые прямо сейчас находятся дома. Например, это может быть ваш ребенок, который остался в одиночестве, а может быть ребенок с женой. Вы сможете нажать в приложении нужную кнопку и через динамик, который расположен сверху камеры, этот звук будет слышен, естественно, всем. Кстати, сам динамик работает очень громко, поэтому не нужно там рассчитывать на то, что нужно говорить погромче и так далее. Нет, всего вполне достаточно. При этом в камере есть и микрофон, а значит, что домочадцы смогут и ответить вам. Также можно пообщаться со своими животными, если вдруг вы любите с ними разговаривать, или если вдруг животное нужно от чего-то отшугнуть и так далее. Помимо всего прочего, камера также следит за качеством воздуха в вашем доме. То есть, если у вас вдруг случилась утечка газа, при помощи специального датчика камера вам об этом сообщит. В теории она может различать вообще самые разные запахи, и даже если у вашего ребенка будет какой-то очень странная по составу пластиковая игрушка и, не знаю, другое какое-то устройство, то там камера тоже должна это распознать. Но это только в теории. Вообще защиты от утечки газа, мне кажется, уже вполне достаточно. Кстати, как мы уже и сказали, камера и выглядит очень прилично. Вот это кольцо, которое сделано из дерева, оно легко заменяется, и сама компания Weezing обещает выпустить несколько таких колец, чтобы вам, так сказать, подходило под интерьер. Переживать по поводу питания камеры также не приходится. Она подключается в сетевой разъем, у нее есть специальный разъем для питания, и здесь, кстати, есть USB. Мы долго гадали, для чего этот USB нужен, но потом, покрутив мануал, выяснили, что это всего лишь для зарядки вашего айфона, айпеда или чего угодно. Можете заряжать и Android-устройство. Вообще любое устройство, которое заряжается через USB, спокойно будет вам доступно. Помимо экстренных контактов, о которых я уже говорил, ну, в случае, если у вас там возник какой-то шум или движения, вы можете и просто в любой момент зайти на камеру и посмотреть в прямом режиме, что же происходит в режиме реального времени, если уж говорить правильно. Что происходит в квартире, кто там как передвигается, или наоборот все тихо, колышется ли листочек вашего любимого цветочка от того, что на него дует кондиционер, и все подобное. Помимо всего, камера создает таймлэпсы, и при помощи нее можно создавать отличные видео о том, как растет ваш ребенок и так далее, и так далее, и так далее, или как ежедневно ведет себя ваше животное, если оно любит играть, когда вас нет дома. Само устройство оборудовано 5-мегапиксельной камерой, но при этом она снимает очень внушительного качества HD-ролики. Помимо всего прочего, она может работать и ночью, потому что у нее есть инфракрасная подсветка, она уходит в черно-белый режим, и все просто замечательно. Кстати, в специальном режиме сна камера может еще и под специальную музычку убаюкивать вашего ребенка, подмигивая ему разными цветами, не знаю, этим ли нюансом будет кто-то пользоваться, но компания Widenk посчитала нужным встроить данную функцию. Я уверен, что многие после услышанного о всех возможных функциях этого устройства захотели его себе, и тут, естественно, встает самый важный вопрос. Столь хорошее устройство с столь хорошим функционалом и действительно необычное для нашего рынка стоит довольно прилично. В App Store официально оно стоит 375 долларов. Но это, кстати, App Store-овская цена, и если устройство продается в App Store, значит оно действительно качественное, потому что Apple берет только проверенные вещи в свой магазин. Кстати говоря, гаджет предоставлен на обзор нашими партнерами и друзьями интернет-магазином common.kz, там его тоже в скором времени можно будет найти для своего приобретения. Подписывайтесь на наш канал и, естественно, вступайте в наше сообщество. Подписывайтесь в Инстаграм, а все ссылки вы найдете под этим видео. Всего доброго, не будьте параноиками и будьте в безопасности!